Сейчас в стране более 50 тысяч самодельных любительских объединений. Среди них и дискотлубы, ставшие все популярными в последних дни. Идет, пожалуй, самый трудный период в становлении советской представления. Иногда развитие культуры, так же как и развитие всего живого на семье, создают некие формы, отличающиеся от тех, которые в таком становится уже стандартным нормам и правовым сельям. Их часто называют кубиковым. Но они были вполне приспособлены к тем условиям, которые некоторые зачисловали, и многие могут об этих условиях рассказать. Советская дискотека тоже оказалась неким динозавром, от которого теперь почти не осталось и следа. Развлекая просвещание, такой был тивист в первом советском дискотеке. В собственной танцевальной части сюда предшествовала примерно 40-45-минутная вступительная лекция о современных музыках, ее лидерах и о современных ютубах. В какой-то степени это была одна из первых форм мультимедиальности. Если соглашение текста, музыки и картинки было выстроено правильно, начиналась реальная магия. Существует точка зрения, что первые дискотеки в СССР возникли в середине 70-х годов при Балтике. Есть напоминание, что в Риге еще в 1976 году прошел первый фестиваль «Конкурс дискотек». Тогда был гигантский информационный голод, и насыщением этой информации и занимались в дискотеке. Сначала шла программа. Ведущий рассказывал про какую-нибудь группу или музыкальное направление. Все это шло на специально подобранном музыкальном фоне. В это время звукооператор делал музыку то погромче, то потише. И, конечно, погромче, в особенно пафосных местах. А на экран в это время проецировались слайды панорамы. Работавшие одновременно от трех до шести слайд-проекторов покрывали изображениями весь экран. Такие программы длились примерно минут 35-45. А потом уже шли просто танцы. Но тоже в сопровождении комментариев диджея. Каждая песня записана на отдельную ленту, маленькую бобину. И дидже-кей работать было очень просто. Ему даже не надо было по ходу дела ничего отслушивать. Просто вставил ленту на начало, говорил пару слов о следующей композиции, выдавал какую-нибудь шутку и запускал музыку. Власть и его идеологические структуры постоянно пытались контролировать то, что происходило на дискотеке. Скажем, выдавались разнаряды по соотношению проценту советской эстрады и зарубежных исполнителей. Вот как раз на экране мы можем видеть список запрещенных групп по состоянию 10 января 85-го года и с объяснениями, почему та или иная группа запрещена. Вот, например, КИС — неофашизм, панк, насилие. Секс-присталлс — панк, насилие. ACBC — неофашизм, насилие. Но здесь есть совершенно неожиданные исполнители. Вот, например, Дома Саммер была запрещена за эротизм. Ван Хелин — антисоветская пропаганда, а вот Хулио Иглесиос занял фашистку. Диджеи проводили и первые эксперименты по совмещению аудиозаписей самого разного порядка. Насколько советская дискотека была альтернативной формой, и насколько она была частью социалистического быка. По мнению Андрея Голородского, еще одного диджея радиотехники, в ней были элементы и того, и другого. Сюда приходили за другой реальностью, более свободно и интересно. Да, в этом поколении были свои первооткрыватели. Пусть в чем-то они лишь повторяли западный опыт, а в чем-то шли абсолютно своими путями, которые потом оказались непеховыми. Но нам кажется интересным рассказать вам об этом. Потому что... Потому что в жанре тематических дискотек, или диско-театров, как тогда их называли еще, помимо чистой повествования, использовались элементы перформанса, эстетические эффекты, и в нем мы увидели что-то близкое собственного опыта. Наступление с литературными текстами, и, по-моему, сопровождение, и с визуальным рядом. В этом уже тогда была магия, магию, которую мы открываем для себя и сейчас, уже совсем другим содержанием. Как ведущий диско-группа, или просто дискотекей, рад, что вас знакомить буду с дискотекой своей. Как желанная эта встреча, снова я в кругу друзей, бьется музыка планеты, я сегодня дискотекей. Жокей. Через диски легко и плавно скользя, легко и плавно скользя, легко и плавно скользя, приятно с сердцами близкими. Прощание близко, продлить нам встречу нельзя, продлить нам встречу нельзя, но по-прежнему кружатся диски. Я танцую с вами вместе, и рассказываю вам о солистах интересах и от самых разных странах. Снова я в круговороте ослепительных огней и примитивных мелодий. Я сегодня дискотекей. Я сегодня дискотекей. Время. Аплодия ME